В эфире пятничные новости. Здравствуйте. Полицейские Нефтьюганска задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам. Преступление произошло в подъезде одного из домов 13 микрорайона. Установлено, что злоумышленник во время ссоры намеренно нанес два удара ножом в область сердца мужчине 62-го года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Подозреваемый житель Нефтьюганска 83-го года рождения задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Почему местные фермеры объединяются и как в Нефтьюганске будут бороться с торговлей на колесах? Эти и другие вопросы рассматривали сегодня на заседании Думской комиссии по экономическому развитию. Подробности далее. Сразу четыре вопроса касались изменений в перечне муниципального имущества, передачи помещений общественникам, списания сломанных каруселей и внесения новых объектов. В связи с окончанием строительства стеллы на въезде в город Нефтьюганск, тоже возникла необходимость включения в перечень имущества, передаваемого на проект безвозмездного пользования, для дальнейшего закрепления и обслуживания данной стеллы. Как пережила 2017-й агропромышленная сфера Нефтьюганск, рассказали экономисты. Производство молока и яиц выросло, мясо сократилось. При этом некоторые фермеры наращивают поголовье. По новым нормам субсидии получают аграрии, у которых не менее 50 голов крупного рогатого скота. Чтобы соответствовать программе получать субсидию, допустим, Казанцева, она докупает сейчас КОС в пересчете на условные головы, чтобы у нее получилось больше 50 условных голов. То есть каждый из профессионально-фермерских хозяйств выбирает свой путь, либо кооперация, либо увеличение поголовья. Светлана Григорьева отчиталась и по программе социально-экономического развития города. В частности, малого бизнеса в Нефтьюганске работает все больше, конкретно 4435 субъектов. Депутаты поинтересовались, а как быть с нелегальными бизнесменами. В конце 2017 года оперативно все сработали и практически убрали киоск напротив 15-8. Но, тем не менее, продажи с колес продолжаются. Какие работы проводятся, чтобы такого не было. На сегодняшний момент у нас в проекте постановление, мы его дорабатываем, постановление, которое конкретизирует и упорядочивает работу такой нестационарной торговли, как продажа с колес. Это временные ярмарки, летние кафе, бахчевые развалы, елочные базары. Чтобы у нас были рычаги управления такой торговлей, а главное – привлечение к административной ответственности. Работа водоканала и теплосетей, перспективы пассажирских перевозок. Всего депутаты рассмотрели 13 вопросов. Голосованием перенесли все на рассмотрение Думы. Некоторые отдельно обсудят на ближайшем заседании фракции. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В эти минуты идут публичные слушания по ремонту городских дорог. Департамент ЖКХ приглашал всех желающих принять участие в обсуждении. Напомним, администрация предлагает заменить полотно на 8 участках и их общая протяженность 8 километров. Это отдельные места проезжей части по улицам Нефтяников, Узьбалыкской, Парковой, Молодежной и Сургутской. Самый длинный промежуток – почти 2,5 километра по улице Жилой. Это дорога от ветеринарной станции до магазина «Маргарита» в 8-м амикрорайоне. Горожане сегодня могут внести свои предложения, коррективы, выразить несогласие или одобрение. Можно по конкретнему каких-то микрорайонов точно по улице строить? Вы же сами знаете. Актриса – это второй микрорайон, третий микрорайон. Завершаться слушание открытым голосованием среди присутствующих. Предложенный список дорог одобрят либо нет. С вопросами по чемпионату мира по футболу можно обратиться к нефтеюганским специалистам. С понедельника начинает работать местная горячая линия, посвященная защите прав потребителей. Болельщика будут консультировать сразу по двум телефонам нефтеюганского отдела Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Номера вы видите на экране. Специалисты ответят на вопросы стоимости гостиничных номеров. К слову, на них установлена предельная цена, а также по местам покупки билетов и приобретению паспорта валельщика. Горячая линия будет работать по будням до 9 марта с 9 утра до 6 вечера. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране этим летом. Матчи состоятся в 11 российских городах, ближайших к нефтеюганску – Екатеринбург. Юные нефтеюганцы отрепетировали празднование Масленицы. Сегодня в театральном сквере прошел необычный для города фестиваль «Выходи гулять». С комарохи волшебной флейты подготовили для маленьких горожан игры и пляски. Прошла акция в рамках большой программы «Комфортная городская среда». Широкая, косаточка, перепелочка, ясочка – эти ласковые названия даны празднику, символизирующему приход весны. И принято его отмечать сытно. На столах пироги, сладости. Аня Дзыкман уроки все сделала. Чтобы не сидеть дома, решила с дедушкой выйти на улицу. А здесь как раз – Масленица. Ну, чтобы поесть блины, поиграть, ну, с кем-нибудь поиграть, познакомиться. Мне понравилось, как мы через тоннель уже пролазили, потому что там интересно. Пока артисты готовились, детвора набежала. Здесь дети близлежащих домов и группа из сада начали с тоннеля. Фестиваль «Выходи гулять» проходит в Нефтьюганске впервые. Эта всероссийская акция направлена на привлечение внимания горожан к новым объектам благоустройства. А театральный сквер – самое место для проведения праздника. У нас праздник Масленица, с Масленицей всех. А проводим мы игровую программу. Пойдем погуляем. Игры, танцы. Но петь не поем, потому что холодно, а танцевать в самый раз. Организаторы уверяют, фестиваль «Выходи гулять» будет проходить в Нефтьюганске вновь и вновь. Тем более, площадки для этого есть. В рамках программы «Комфортная среда» только в прошлом году возвели 4 места для отдыха. В планах на 18-й – еще несколько дворовых площадок и одна общественная территория. Кристина Кочарова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня отмечают пятый день Масленицы, тещины вечерки. В этот день было принято, чтобы зитя приглашали матерей своих жен к себе в гости на блины. Об этой и других традициях масленичной недели вспомнили на встрече Совета ветеранов войны и труда. В дружной компании гости проводили зиму и встретили весну. Широкая, косаточка, перепелочка, ясочка – эти ласковые названия даны празднику, символизирующему приход весны. И принято его отмечать сытно. На столах пироги, сладости и, конечно же, главный символ Масленицы – ароматные блины. Я нынче тоже блины, с понедельника начала, и все пекла, и приглашала, и детей приглашала, и зять у меня есть, и зятя. Так что мы встречаем этот праздник обязательно. Масленичные гуляния развернулись сегодня на территории Центральной городской библиотеки. Около полусотни членов местного клуба ветеранов войны и труда проводили зиму с песнями и танцами. «Поморозила я вас на славу, довольная моя душенька. Не поморозит ли вас еще? Ай?» «Поморозит ли вас еще? Почему? Можно? Давайте, если вы не согласны, я вас приглашаю на хоровод». Деятельность клуба ветеранов войны в прошлом году была приостановлена. С началом этой весны он заработал с новыми силами. «Мы гордимся нашими ветеранами. Они завоевали нам нашу великую победу. То, что мы сегодня можем дышать и наслаждаться этим воздухом. Они достойны того, чтобы мы уделяли им как можно больше внимания». Встретили весну ветераны с частушками и загадками. Вспомнили гости и об истории Масленицы в дружном кругу. «Нам надо встречаться по всем праздникам. И несмотря на возраст, а у нас, видите, возраст здесь почтенный, надо почаще встречаться, праздновать Маслицу. И все другие праздники, которые объединяют людей, объединяют нас всех, делают нашу жизнь богаче, веселее и прекрасней». Программа завершилась чаепитием с праздничными угощениями. Виктория Дрягина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Из-за высокой заболеваемости УРВИ все культурные и спортивные мероприятия в «Нефтеюганске» отменены. Речь о тех, которые проходят в помещениях. Но это не значит, что на выходных горожанам нечем будет заняться. Ведь уличные развлечения по-прежнему доступны. Жители могут покататься на коньках или лыжах, ну и, конечно, отпраздновать Масленицу. «Народное гуляние» пройдет 18 февраля на площади «Юбилейная». С полудня там развернется работа предприятий торговли и общественного питания. А уже в 13.00 на главной сцене начнется театрализованный концерт. В программе игры и спортивные состязания, выступления коллективов художественной самодеятельности, а также работа лотошников с изделиями народных промыслов. Традиционный обряд сжигания чучела запланирован на половину пятого вечера. Кстати, перед гуляниями можно посетить ярмарку. Суббота и воскресенье – последние дни, когда нефтеюганцы могут приобрести тюменскую продукцию. Это иван-чай, варенье, сосновых шишек, натуральные масла, бальзамы, сухофрукты, а также кожаные изделия. Ярмарка проходит в культурном центре ОПИ. Окружная интернет-компания «Дороги Югры без пьяных водителей» пройдет с 19 февраля по 19 марта. Госавтоинспекция «Нефтеюганска» приглашает неравнодушных горожан, общественников, волонтеров, журналистов поддержать эту акцию. Главным сообщением компании может стать послание «Я не пью за рулем», «Выпил за руль, не садись». Ее участники на своих страничках в интернете должны разместить свои фотографии с тематическими плакатами и призывами на заданную тематику. Его снимки можно присылать и на электронный адрес Госавтоинспекции «Нефтеюганска». А сейчас не переключайтесь. Впереди программа «Вечерний гость». Нашим экспертом будет заместитель главы города по социальным вопросам Андрей Пастухов. Он курирует образование, культуру и спорт. Задавайте вопросы по телефону 25 14 05.